Жилой комплекс «Изумрудная долина» строители должны были сдать еще в 2013 году. Свои средства в проект вложило около 700 дольщиков. Решение их проблем является сегодня для районной администрации одной из наиболее принципиальных задач. К сожалению, у проекта достаточно сложная экономика. Чудес не бывает. Чтобы достроить дома, необходимо либо повышать их этажность, либо перекладывать серьезные расходы по строительству социальных объектов и коммуникаций на региональные и муниципальные бюджеты. Но даже полная готовность властей идти навстречу до сих пор не привела на стройплощадку сколь-нибудь серьезных застройщиков. Мы точно не сидим на месте. И в силу наших полномочий можем на сегодняшний день только заниматься таким привлечением инвесторов и созданием благоприятных условий для любого застройщика, который проявит интерес к этой площадке. Возможно, у вас появятся какие-то идеи, с которыми мы бы могли позаниматься, поработать. И такое может быть, что мы в рамках своей работы находимся, и какие-то, может быть, направления еще нами не изучены. Если такие предложения есть, давайте мы готовы порабатывать любое разумное предложение. В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. К совместной системной работе готовы подключиться, и уже подключились общественники, правозащитники, депутаты и правоохранительные органы. Однако ситуация осложняется тем, что среди самих дольщиков не выработана до конца единая общая позиция, и требования разных групп к местной и региональной власти нередко достаточно противоречивы. Например, есть желающие инициировать процедуру банкротства застройщика, и не понимающие, что банкротство – это ликвидация и распродажа, а не продолжение строительства. Здесь нужно как-то консолидированно подойти, чтобы дать возможность достроить без банкротства этот объект. Не потому, что я там хочу за кого-то ступиться, потому что в банкротстве куча текущих обязательств, налоговые, кредиторы, другие набегут, и вы можете просто ничего не получить. Решение проблемы жилого комплекса «Изумрудная долина» во многом зависит именно от уровня взаимодействия всех вовлеченных сторон, от степени взаимного доверия и здравомыслия. Местная власть дала дольщикам понять, что они не забыты и не брошены. Просто вопросы таких долгостроев, к сожалению, не относятся к категории решаемых за один день. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова